Киностудия Олоу Нурмедиа представляет Я сейчас немного спешу. Вот моя визитка. Поговорим с вами в другой раз. Я была бы очень благодарна, если бы вы нашли время на беседу. Ясно. О чем вы хотите со мной поговорить? О вашем творчестве, о вашей карьере и, конечно, о вашей жизни. Вашим поклонникам это интересно. А, понимаю. Ведь новая звезда не появляется просто так. Простите, я не могу с вами говорить об этом. До свидания. Удачи вам. Извините, стойте. Стойте. Это очень важно для меня. Это я, Шахло. Простите, если я вас расстроила. Просто хочу перед вами извиниться. Вы еще не ушли? Нет еще. Ждите меня там. Я скоро. Хорошо. 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 Привет, садитесь. Привет. Спасибо, что пришли. Вы только не обижайтесь на меня. У меня очень много вопросов, касающихся вашей жизни. Вот уже несколько лет вы на творческом пути, особенно когда вы были слепым. Мои вопросы интересуют всех, не только меня. Нам очень интересно знать о вашей жизни. Самая главная цель от нашей встречи – я собираюсь снять фильм о вас, именно о вашем жизненном пути. Пока не уверена, справлюсь ли или нет, насколько я смогу получить ответы на свои вопросы, но всё же попытка, не пытка, как говорят люди. Думаю, ваша жизнь может быть примером для многих людей. Думаю, у каждого своя жизнь, которую он должен прожить сам и научиться делать выводы из собственных ошибок. Может, тогда жизнь станет намного проще. Да, вы правы. Поэтому я очень долго старалась связаться с вами по телефону и поговорить обо всём этом, понимаете? Но всегда что-то мешало. Шахло, открою вам один секрет. Слепые люди не всегда бывают злыми. Я не это имела в виду. Можете рассказать мне о своей жизни? С чего же начать? А вам это вправду интересно? Конечно, интересно. Знаете, я... Чего так задумались? Да так. Давайте начнём с самого начала. Обещаю вам не скучать. Знаете, на самом деле моё рождение стало причиной многих проблем. Я не поняла. То, что я родился слепым, оказалось большой проблемой для моей семьи. Больше всех страдала моя мать. Она посвятила мне всю свою жизнь. Самое тяжёлое во всём это было то, что отец бросил свою семью из-за слепого ребёнка. Как наш ребёнок может быть слепым? Он не мой ребёнок. Что ты говоришь? Это наш ребёнок. Он ни в чём не виноват. Отдай его в дом инвалидов, поняла? Мне не нужен слепой мальчик. Я знаю, врождённая слепота неизлечима. Самат, не говори глупостей. Всё по воле Божией. Всё, я иду на свадьбу. Когда вернусь, чтобы этого слепого не было в моём доме. Не говори так, Самат. Кому я его отдам? Не говори так. Я его никому не отдам. Тогда меня здесь больше не увидишь. Пожалуйста. Не жди меня. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Как я могу отказаться от чести моего сердца? Прости меня, сынок. Прости свою маму. 14 лет спустя Соберись. Повторяю. Соберись. Еще выразительный. Ты немного ошибаешься. Ага, я понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте. Я к вам привела сына. Можете послушать? Конечно, можно. Здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Как тебя зовут? Джамалидин. Джамалидин. Очень хорошо. Значит, тебе нравится петь? Да, очень нравится. Ага. Какую песню ты нам споешь? Позволь нам услышать твой голос. Ты здесь посиди минуту. Я мигом схожу в магазин, хорошо? Хорошо. Никуда не уходи. Побудь здесь. Эээ, не пинай так далеко. Парень, пинай мяч. Ты чего? Он же слепой. Возьми мяч. Не знаешь, что ли? Он же ни черта не видит. Да он же слепой. Он даже этого не видит. Парни, что случилось? Если бы он видел, он бы пнул мяч. Ни фига не видит. Бедняжка, смотри. Ничего не видит. Слепой. Очкастый. Вот, смотри. Мама. Вот сюда, вот сюда, смотри. Ээ, не хочешь с нами поиграть? Ну, не стесняйся, будь смелее. Мама идёт. Бежим. Господи, что вы делаете? Мама. Иди ко мне, сыночек. Сын мой. Я здесь. Я с тобой. Идём. Я прочитала очень много книг. Много фильмов смотрела. И всегда думала, что слепые люди ничего не боятся. Значит, всё это выдумка. Да? По-вашему, они не люди? Я не хотела вас обидеть, извините. Знаете, у таких беспомощных людей бывает необыкновенная душа. В отличие от обычных и полноценных людей, они могут любить весь этот мир, людей и всего происходящего искренне, хоть они их и не видят. Разве это не чудесно? Они любят людей, не видя их красоту или наоборот. Разве это не отвага? Любой смертный живёт в страхе, и каждый из нас меняется. Скажите, а кто научил вас никогда не сдаваться? Мама. Мама, которая многие годы страдала и мучилась из-за меня. Мама. Она посвятила мне свою жизнь и молодость. Я не мог так просто сдаться. Я каждый день внушал себе. Я должен жить не только ради себя, но и ради матери. Не было пути назад. Она приняла меня таким, как я есть, с моими недостатками. Как я мог бросить такого человека в пропасть безнадёжности? Человека, который открыл глаза моей души. А ваш наставник? Мой наставник? Он мне как отец на моём жизненном пути. Джамаль, ты посиди здесь, хорошо? Хорошо. Скоро твоя мама подойдёт. Жди её здесь. Не забудь повторить сегодняшние уроки. Мы с тобой будем учить новую песню. Хорошо. Суястно? Понял. До завтра. Меня ученики ждут. До свидания. Ты видел его волосы? Да! Так странно постригся. Вообще мне не понравилось. Знаешь, как надо было постригся? Как? Лучше надо было, как я. Сейчас так модно. Ну, пошли, покажем ему. Ну, как дела? Кто вы? Меня зовут Назим. А тебя? Джамаледин. Значит, Джамаль. Хочешь, мы тебя проводим до дома? Вы знаете, где мой дом? Конечно, знаем. Давай, вставай. Проводить тебя? Вы серьёзно? Конечно, серьёзно. Ладно. Мы отлично знаем, где твой дом. Ты не беспокойся. Давай, смелее. Давай. У тебя есть родители? У меня нет папы. Ясно. Значит, сирота. Да ты не только слепой, но и сирота. Да, кажется так. Точно сирота. Здесь мы прощаемся с тобой. Дальше сам справишься. Иди прямо. Подождите. Подождите. Здесь есть кто-нибудь? Помогите мне. Пожалуйста, помогите мне. Добрый день. Добрый день. Как вы? Я за Джамалом. Он уже освободился. Вы не виделись с ним? Он же здесь сидел и ждал вас. Где он может быть? Понятия не имею. Ты не видела Джамаля? Нет, не видела. Я спрошу у ребят. Может, они знают. Я быстро. Сейчас. Ты не видела Джамаля? Да, я его видела. Где? Мальчики увели его на улицу. Что за мальчики? Мальчики пятого класса. Куда увели? Не знаю. Боже мой. Помогите мне. Пожалуйста. Тут кто-нибудь есть? Парнишка, куда идёшь? Что случилось? Дядя, я потерялся. Не могу найти свой дом. Не можешь найти дом? Почему? Не знаю. А где твоя мама? Сынок! Сынок! Не знаю. Не могу найти маму. Здравствуйте, уважаемая. Джамаль, я здесь. Мама! Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам. Ничего, ничего. Он заблудился. Спасибо, сыночек. Говорит, что потерялся. Мама. В общем, будь осторожен, хорошо? Ладно. Большое вам спасибо. До свидания. Сыночек мой. Я вас долго звал. Прости меня, сынок. Но не смог найти. Всё уже позади. Успокойся. Пойдём домой. Идём. Дай руку. Не замёрз? Да. Пойдём домой. Пообедаем вместе. Спустя многие годы. Сынок. Стало прохладно. Может, зайдём в дом? Мне не холодно. Заходите сами. Подышу свежим воздухом. Сынок. Не переживайте, мам. Рекс тоже рядом. Мы с ним погуляем по улицам. Только не пропадайте долго. Возвращайтесь скорее. Хорошо, мам. Рекс. 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 Где ты? Рекс. 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 Отзовись. Рекс. Где ты, Рекс? Ко мне. Ты рядом? Иди ко мне. Извините, это случайно не ваша собака? Да. Рекс мой щенок. Я нашла его у дороги. Спасибо. Видимо, он очень умный. Да, спасибо за комплимент. Я Райхан. А я Джамаль. Отлично. Рада знакомству. Взаимно. Вам нужна помощь? Нет, я сам справлюсь. Рекс прекрасно знает, где наш дом. Давайте я вас провожу. Нет, спасибо. Как-то неловко. Да бросьте. Пошлите. Ладно, пусть будет так. Он у меня очень хороший. Да, заметила. Вдруг решил прогуляться без меня. Очень интересно. Рекс. Больше не убегай так. Хорошо? Так. Мне очень понравилось, как ты сегодня спел. Ты можешь смело выступать на больших концертах. Спасибо вам. Ты сегодня спел очень особенно. Случайно не влюбился? Да нет. Не забывай, Джамаль. Любовь. Такое чувство. Что? Здравствуйте. Простите за опоздание. А как вы? Здравствуй. Привет, Джамаль. Как ты? Привет. Как ты сам на земле? Хорошо. Спасибо. Все нормально? Ты очень взволнованный. Оказывается, вы начали концерт. Вот и я принес репертуар. Может, послушайте? Я бы с удовольствием. Но на этом концерте будет выступать Джамаль. Потому что он сделал большие усилия. Подготовился. Трудился изо всех сил. Все его песни готовы к исполнению. Но, Назим, ты не расстраивайся. В следующем году ты будешь обязательно выступать. Хорошо? Договорились? Договорились. Ладно. Увидимся. Хорошо. Удачи тебе, Джамаль. Спасибо. Счастливо. Счастливо. До скорой. Ну что, продолжим? Не устал? Да, разумеется. Нет, не устал. Значит, вы влюбились. Любовь. Любовь. Любовь – это опасная игра. Как это так? Ребята, вы слышали, кто будет выступать на предстоящем концерте? Уж точно не я. Джамаль выступит. Чего? Джамаль? Ага. Так точно. Но он неплохо поет. Значит, учитель выбрал его, а не тебя. Да. Многое зависит от удачи. Да, ты прав. Пускай он тоже прославится немного. Тебе здесь нравится? Да, очень. Я часто сюда захожу. Ага. Кажется, весьма хорошее место. Да, очень хорошее место. И десерты вкусные. Может, попробуешь? Ладно, давай. Вот. Проходите. Я сюда очень часто захожу. Первый кусочек. Здесь отлично готовен. Да. И еще? Может, туда присядем? У окна? Смотри, вон наш Ромео. Это же Джамаль. Красивая девушка рядом с ним. Может, присоединимся? Следующая ложка. Вот так. О, друг мой Джамаль. Привет, привет. Я все думал, откуда приходится столько вдохновение. Теперь нашел. Добрый день. Как ты, Настин? Привет. Привет. Как ты, Джамаль? Ой, Дальшот. Привет. Привет, чувак. Как делишки? Неплохо. Райхон, знакомься. Это мои однокурсники. Рад знакомству. Очень приятно. Как дела, ребята? Рад знакомству. Рад знакомству. Давайте садитесь, вместе покушаем. Нет, спасибо. Не хотим вас беспокоить. Приятного аппетита. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. У тебя очень хорошие друзья. Пошли, ребята. Да, да. Гарно. Продолжим наш десерт. С удовольствием. Хорошо. Хорошо. Сынок, у тебя сегодня очень хорошее настроение. Наш учитель сказал, что в этом году я буду выступать на концерте. Правда? Угу. Отличная новость. Желаю тебе самого большого успеха. Твой отец тоже всегда во всём был первым. Желаю, чтобы ты тоже был таким. Спасибо, мама. Ты станешь самым любимым певцом нашей страны. Я верю в тебя. Вы меня вдохновляете, мама. На. Выпей чаю. А я приготовлю что-нибудь вкусное на ужин. Сил вам, мамочка. Я так рада, сынок. Угу. Знаете, на самом деле, чтобы любить кого-то, человеку нужна большая смелость. Если человек сможет преодолеть всякие трудности на пути к своей любви, тогда он становится истинным влюблённым. Иначе свеча любви запросто погаснет. Получается, вы не верите в любовь. Может, когда-то я верил в неё. Знаете, я не смог заставить её поверить в то, во что сам верил. Любовь – очень запутанное чувство. Я всегда думаю, почему, когда один человек начинает кому-то доверять своё сердце, его возлюбленный начинает изменять ему? Лично я никогда не предам тех, кто мне доверяет. А тем, кто не доверяет мне, я и не стараюсь чего-то доказывать. «Привет, Райхон!» «Привет, Райхон!» «Привет, как дела?» «Хорошо, спасибо. Как у тебя?» «Садись, я тебя издали увидел». «Садись». «Сегодня…» «Садись». «Немного прохладно, да?» «Как идёт подготовка к концерту?» «Неплохо. Каждый день аппетицией». «Мой папа очень интересуется творчеством, но сам бизнесмен. Никто и не догадывается о его интересах». «Серьёзно? Чем он занимается?» «Продажей стройматериалов». «Хорошо. Ждёшь Джамаля?» «Он скоро придёт». «Ладно, мне пора. Не хочу разногласий». «Не беспокойся. Всё хорошо. Он не такой». «Увидимся в другой раз». «Ну ладно». «Удачи». «Пока». «Иду». «Ой, здравствуй, дорогой». «Здравствуй. Ты чего так долго, а?» «Как настроение? Прости, не расслышала сразу. Проходи». «Как вы сами?» «Отлично. Сними куртку. Сейчас приготовлю ужин». «Где мои дочурки?» «Девочки. Русара дома. Райхана звонила и сказала, что немного запаздывает, поэтому позвонила». «Уже поздно же. Позвони ей. Хорошо?» «Ладно». «Пусть вернётся поскорее». «Хорошо». «Руксора, доченька». «Остала маленькую, папа». «Моя принцесса». «Наше солнышко сладкое.» «Умница моя, красавица моя». «Ты спроси её, сколько оценок она получила сегодня». «Сегодня я получила три пятёрки». «Три пятёрки. Молодец. Умница». «Наша отличница». «Моя отличница. Молодец». «Молодец. А когда вы купите мне телефон, папа?» «Маленькому человечку нужен телефон. Сначала ты должен подрасти. Если я сейчас куплю тебе телефон, ты забудешь про свои уроки.» «Нет, папа. Я не забуду про свои уроки. Вы же сестре купили, она делает свои уроки. Находит время и на телефон. «Потому что она взрослая девушка». «Сегодняшняя молодёжь. Звони, старший». «Ну ладно, ладно. Хорошо, позвоню». «Идём со мной, доченька». «Я ей позвоню сейчас». «Так». «Ну вот, дошли до моего дома. Спасибо тебе. Погуляли вместе. А тебе обратно не будет трудно». «Да нет. Не переживай. Рекс прекрасно знает дорогу. Доберёмся и до своего дома. Не думай об этом». «Хорошо. Спасибо». «За что?» «Несмотря ни на что, ты не отчаиваешься. Ты очень талантливый человек. Я тебя очень уважаю». «Да, их глаза не видят лето и мира сказочных красот, но озаряют души светом мечта, что в ней давно живёт». «Ого! Браво! Замечательно. Ты поразил меня. Ну ладно, мне пора. Счастливого пути. Пока, Рекс». «Ладно. Хорошо, до скорого. Пока». «Идём, Рекс. Пора домой. Можно?» «Ой, папа, конечно». «Как ты, радость моя. Доча, у меня к тебе один разговор». «Всё хорошо, папа?» «Всё хорошо, хорошо. Ты знаешь, что я тебе очень сильно доверяю. Ты прекрасно это знаешь». «Спасибо, папа. Спасибо за доверие». «Ты только не подведи меня». «Хорошо». «Ладно, солнышко, ты отдохни. Устала, наверное. Я тоже отдохну». «Хорошо». «До завтра». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, папа». «Спокойной ночи, папа». «Ага, хорошо. Джамаль, сегодня мы должны больше заниматься. Угу. Я позвоню твоей маме и сообщу об этом. Считанные дни остались до концерта, поэтому мы должны разумно воспользоваться временем. Давай. Повторим. Так, аккуратно. Вот так. Повторяй. Я поговорю с твоей мамой. Я быстро. Хорошо. «Джамаль, почему сидишь один? Почему не уходишь? Сегодня позанимаемся побольше. У меня к тебе одна просьба». «Что за просьба?» «Райхон ждет меня на остановке. Сможешь передать ей, что я так скоро не освобожусь?» «Я не знаю ее номер телефона». «Конечно передам. И это все? Больше ничего?» «Нет. Ладно, не переживай. Ты сконцентрируйся. Все остальное оставь нам». «Спасибо вам. Вы меня очень выручили. Пойдем. Сил терпения тебе. Увидимся. Пока. Удачи». Привет, Райхон. Привет, ребята. Как дела? «Как ты? Как дела?» «Все хорошо. Спасибо». «Мы принесли тебе одну весточку». «Интересно, что за вести?» «Сегодня Джамаль не сможет прийти. У него важные дела. Он не хотел, чтобы ты одна поехала домой». «О чем это вы?» «Он шутит. Он задержался на занятиях. Давай я подвезу тебя». «Ясно. Ну ладно, я пойду домой». «Нет, нет. Я подвезу». «Нет, не надо. Я сама». «Не стесняйся. Давай, поехали. Поехали». «Ну хорошо». «Угу». «Прошу». «Прошу». «Ой, сынок. Что, не спится?» «Я только собирался, мама». «Что это? Дай посмотрю». «Ого. Какой красивый. На день рождения?» «Нет, мама. Хотел подарить одной девушке». «Серьёзно?» «Угу». «Сейчас заверну твой подарок в красивую и яркую бумагу. Я сейчас, сынок». «Не замёрз? Так холодно. Вообще холодно. Какие новости?» «А? Не скучно? Было легко связаться с её папой?» «Валяй. Её папа друг моего отца, оказывается». «Его папа передал её отцу, что у неё с Джамалем любовные отношения». «Вот как». «Куда поедем?» «В кафе?» «Надо это отметить. Конечно, отметим. Обед за мой счёт. Поехали». «Райхан». «Дам?» «У меня тебе подарок». «Что за подарок?» «О! Вау! Это мне?» «Да». «Какой красивый!» «Райхан!» «Что ты здесь делаешь?» «Папа, я хотела...» «Чего? Пошли со мной. Быстро!» «Шагай вперёд. Послушай, я тебя предупреждал, да?» «Мне было стыдно за тебя». «Папа, мы только друзья». «Видел я вашу дружбу! Слышал о вашей дружбе!» «Ты чуть меня не опозорила! Если мои знакомые увидят тебя, это же позор!» «Моя красивая и умная дочь влюбляется в кого? В слепого парня!» «Если я твой отец, прекрати с ним встречаться!» «Папа, не говорите так!» «Это моё последнее решение! Всё! Домой! Быстро! Пошли!» «Думаю, я её понимаю». «Ещё раз повторяю. Если любишь, ты должен быть смелым. Иначе не стоит приближаться к порогу любви». «Думаю, я получила много полезного для себя». «Я тоже люблю слепого человека». «А он?» «Он этого пока не знает. Он очень искренний, добрый, простодушный человек». «Прошу вас об одном. Не привязывайте его к себе. Если он уже привязался к вам, не оставляйте его на полпути. Я знаю, как это больно». «Ты здесь, Айха?» «Джамаль, я ухожу». «Куда?» «Я выхожу замуж». «Чего? Почему?» «Я же не буду всю жизнь ходить со слепым человеком. Я тоже хочу жить как нормальные люди. У меня тоже есть свои мечты». «Ты не обижайся на меня. И больше не беспокой меня». «Райхан! Присядь на минуту. Райхан!» «Брошу вас. Брошу вас». «Райхан!» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думай о песне Иди Извините, я задаю много вопросов Кто по-вашему друг? Вы чувствуете себя одиноким без друга? Шахло, я не одинок Те, кто остались без меня, они одиноки Для меня друг был как вино Чем больше количество годов, тем крепче оно становится Но оказывается, так не бывает Может, кому-то повезло с другом, но Мне не удалось найти настоящего друга У меня на небесах один друг На земле один Мне этого достаточно У вас своеобразные философские взгляды на жизнь Как говорится, кто море прошел, тот и в речке не утонет Хе-хе-хе-хе-хе Так... Вам нужна помощь? Никто не может мне помочь Куда вы должны пойти? Не беспокойтесь, сам доберусь Давайте я помогу вам Идемте Осторожно Да, да Не спешите Да Спасибо вам Минутку Вот и все Сынок Почему ты все еще не переоделся? Давай поужинаем Пошли Пропал аппетит Тебе плохо? Не знаю Дорогой Когда ты родился, врачи сказали, что ты не выживешь Но ты боролся Но ты боролся За свою жизнь Сказал, что будешь петь Снова боролся Ты и впредь не должен сдаваться Ты сможешь все это преодолеть Потому что ты моя Единственная опора По началу родной отец не признал меня Теперь моя возлюбленная Милый В жизни бывают разные люди Есть хорошие А есть плохие Ты люби не тех и не других А тех, кто дорожит тобой, любит тебя Тогда счастье всегда будет с тобой Ну давай, сынок Переодевайся Вместе поужинаем Ну давай Смелее, сынок Смелее, сынок Райхан Давай идем Я сам тебя провожу Пошли Смелее, сынок Смелее, сынок Смелее, сынок Смелее, сынок Пошли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джамаль, отличное выступление. Классно спел. Нет слов. Спасибо. Ты споешь на моей свадьбе? Да, конечно. Спасибо. Женишься? Да. А знаешь, на ком? На ком? Ее зовут Райхан, твой близкий друг. Мой друг Райхан? Да. Райхан говорит, что вы были друзьями. Или это неправда? Нет, она правильно сказала. Да, мы друзья. Ладно, нам пора. Хорошо, идите. Ладно, Джамаль. Здравствуйте. Видел, Назым? Следующий год подготовим тебя. Работай усердно. Удачи, ребята. Разумеется. Спасибо вам. Джамаль, буду ждать. Спасибо. Счастливо. Не устал? Давай я тебя познакомлю с Уткиром Шамурадовичем. Привет, Джамаль. Пожмем руки. Здравствуйте, Уткир Джамурадович. Концерт мне очень понравился. Спасибо. Продолжай в этом духе. Спасибо вам. Береги свой голос. Спасибо. Благодарим. Эх, Джамаль. Ты на пути славы. Давай, идем. Спасибо. Через пять минут подъедет машина. А пока подождем. Конечно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ваш голос мне очень знаком. Я... В тот день я помогла вам перейти дорогу. Помните? Да, вспомнил. Кумуш. Браво. Угадали. Прекрасная память. Что вы здесь делаете? Я пришла на ваш концерт. Да? Вам понравилось все? Очень. У вас очень богатый голос. Джамаль, машина подъехала. Пошли. Да, конечно. Можно я вас провожу? Конечно. Можно. Идемте. Ну, пошли. Пошли. Осторожно. А где твоя сестра? Где? Не знаю, где ее носят. Опять ты ее замучила. Как спала наша принцесса? Хуже не бывает. А где моя Аладдин? Алло. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Можно Джамаля. Джамаля? Да. Да, конечно. Сынок, это тебя. А, меня? Угу. А... Алло. Это вы, Джамаля Дин? Да, это я. Здравствуйте. Как ваши дела? Завтра к одиннадцати мы вас приглашаем на звукозапись. Что? Правда? Да, разумеется. Завтра в десять тридцать за вами подъедет машина. Хорошо. Спасибо. Удачи. Что, сынок? Что случилось? Мама, меня пригласили в студию звукозаписей. Отлично. Ага. Вот видишь, сынок. Я же тебе говорила, все будет хорошо. Я так горжусь тобой. Сыночек мой. Скажите, Джамаль, вы когда-нибудь представляли себе эти дни? Я ставил перед собой цели. Всегда трудился, чтобы реализовать свои мечты. А в остальном полагался на Бога. Хвала Господу. Входите. Здравствуйте. Можно войти? Здравствуйте. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы доедете? Хорошо, спасибо. Я пишу песню к кинофильмам. Поэтому решил услышать твой голос еще раз. Согласен. Давай, перейдем в студию. Девушка, а вы посидите здесь. Хорошо. Идем. Сюда. Осторожно. Девушка, а вы посидите здесь. Девушка, а вы посидите здесь. Девушка. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мама всегда говорит, если рядом с тобой добрый и чистосердечный человек, тогда твои дела пойдут только в гору. Кумош? Да. Спасибо тебе. И тебе спасибо. За что? За то, что ты рядом. Всегда пожалуйста. Назим, когда долгожданная свадьба? Никогда. В смысле? Папа Райхан уволился. Теперь мой отец не хочет с ним родниться. А что будет с Райхан? Не знаю. Думаю, вернется к своему слепому. Джамаль никогда не простит ее. К тому же у него есть девушка. Он у нас очень шустрый. Ничего себе. Нашел другую, да? Если хочешь, сделай и ее своей. Ты же с детства такой завистливый, да? Не понял. Теперь у меня нет такого подлого друга, как ты. Куда ты, бабур? И не думай, что я заплачу, собирая осколки любви. Нам обоим известно, значит, мы с тобою опять на «вы». Мы с тобой случайные краски, что промокли при каплях дождя и смешались на лицах маски, и любовь мимо нас прошла. Рекс играет на улице. Здорово. Я тоже собирался прогуляться. Давай, я тебя провожу. Не надо, мама. Сам справлюсь. Ты прекрасно выглядишь, сынок. В честь чего так нарядился? Куда собрался? Просто погуляю немного. Ну ладно. Будь осторожен, хорошо? Хорошо. Вы не переживайте, мама. Рекс, он уже ждёт тебя. Пока, мама. Мы скоро вернёмся. Лишь бы это счастье не было миражом, сынок. 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 Лишь бы это счастье не было миражом. Не заждалась меня, Комуш? Джамаль, нехорошо заставлять девушку так долго ждать. Прости, дома немного задержался. При одном условии можешь искупить свою вину. Что за условия? Спой для меня. И это всё? Да. С удовольствием. Слушаю. Пошли. Комуш, это новый шанс для вас? Не знаю. Пока не знаю. Время покажет. Самое главное, я больше не слепой. Я уже знаю истинное лицо людей вокруг меня. Через все эти испытания я смог лучше разузнать людей. Да, кстати, я вспомнила свой первый вопрос. Ага. Вы либо боитесь меня, либо очень волнуетесь. Это всё из-за волнения. Ну хорошо, задавайте свой первый вопрос. Как вам удалось увидеть этот мир? Я долго искала. Но урождённая слепота неизлечима. Могу сказать одно. Это божье чудо. Тщательный медицинский осмотр доказали, что это была неврождённая слепота. Из-за невнимательности во время родов я столько лет не видел мир вокруг себя. Потом сделали операцию. Дальше медицинские процедуры. И сегодня я перед вами сижу без очков. Большое вам спасибо. Вы многому меня научили. Шахло? Да? Моя к вам последняя просьба. Да. Берегите своего возлюбленного. У таких людей душа бывает очень открытой. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он задержался на занятиях. Давай я подвезу тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фильм озвучен на студии Miracle. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА